Всем привет, друзья! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт, и сегодня я вам поведаю, как создать самое мощное оружие в игре Skyrim. Самое мощное оружие, которое мы создадим вновь. Хочу огромное спасибо сказать Ефиму Никитину, который предоставил мне этот сейв. Да, это не мое сохранение. Ребят, ребятушки, призрачный клинок. Самый мощный! Я не отказываюсь от своих слов, но урон, конечно, я немножечко ошибся. Не 600, может быть и больше. Это порог брони, может быть, только не больше 600. И то там чуть меньше. Извините. Ребят, призрачный клинок и счастливый кинжал Вальда. То, что нам нужно. Также нам нужен легкий сет, ожерелье кольцо. Вот это вот самый крутой набор для кузнеца-алхимика. Обязательно, обязательно нужен фалмерский шлем и обязательно должны быть ботинки Данмера. Подробности позже. Следующие вещи, это обыкновенные вещи для алхимика. Фалмерский шлем, ожерелье, кольца. Нам понадобится два таких набора. И, соответственно, сет Азидала. Обязательно! И черная книга. Черная книга, которую сейчас вам покажу. Забираем первое. Первый сет. Сейчас будет подробность. Прям-прям мой гайд обновился, друзья. Реально обновился. И теперь я взял черную книгу. Активные таланты. Это, наверное, искатель тени. Черная книга у нас под названием «Болезненный регент». Она из самых полезных. И мы делаем, создаем зелье. Зелье зачарования. Нам понадобится все, что может повышать зачарование. Вот. На 17%. Создаем два. Достаточно. Теперь делаем первый свой-свой-свой сет. Но! Заходим в книгу. Искатель волшебства. Плюс 10 к зачарованию. Сет и зелье. Первое зелье выпиваем. На 17% мощнее, но мощнее. Создаем. Большие камни душ обязательны. Алхимия. 31. Создали этот сет. И теперь переодеваемся в него. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Опять в книгу. Теперь, друзья, искатель тени. И делаем новое зелье. Зачарования. 48. Два достаточно. Теперь, друзья, этот сет можно... Отложить сундук. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Берем следующий. Создаем новый сет. Для алхимика. Не забываем одеваться в сетозидала и брать перк в черной книге. Волшебство. Выпиваем зелье и создаем. Только уже не 17, а 48% мощнее. Зачарования. Алхимия. Теперь опять создаем новое зелье. Черная книга. Тень. Переодеваемся в наш новый сет. Два. Три. Четыре. Пять. И создаем на 57% мощнее. Ну, можно уже больше создать немножечко. Давайте, наверное, вот так вот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Достаточно. Ну, можно сделать сколько хотите. Теперь. Теперь нам и этот сет не нужен. Его так же убираем. Теперь мы создадим самый мощный сет. Для кузнеца и алхимика. И берем весь наш набор. Сет Азидала. Как всегда, черная книга. Волшебство. Теперь, друзья, создаем сет. Кузнеца. Ну, что ж. Выпиваем наше зелье. 57%. Предмет. Ботинки Данмера. Камень душ большой. Зачарования. Вот ботиночки. Мы зачаруем на что? А то, что их можно зачаровать на кузнечное дело, это только эти ботинки. По-моему, только это. Эти. Так, мы переименовываем. F. Давайте назовем наш сет кузнец. Кузнец. Есть. Итак, со всеми вещами сейчас покажу. Так, друзья. Когда мы все создадим, у нас будут вот такие вот вещи. Кузнец. Навык улучшения оружия и брони увеличен на 41%. Дальше у нас наручи. Созданное вам зелье 41 и навык улучшения оружия и брони на 41. А жерелье это также зелье плюс кузнец. Кузнец зелья. Тут только кузнец. То есть мы надеваем полный вот этот вот сет. Тут одновременно и алхимия. И одновременно и кузнец, друзья. Теперь. Теперь, 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 мои дорогие. Что же мы делаем? Заходим в черную книгу. Тень. Теперь создаем новое зелье. Создаем мы зачарование. 59. Три. И можно еще немножечко. Нет, не выйти. И кузнечное дело, друзья. 235%. 235. Давайте все сделаем. Есть. Теперь берем наш сет легкой брони. Так же, друзья, наше оружие. Переодеваемся в сет Азидала. Черная книга. Волшебство. Нам нужно просто-напросто сейчас улучшить наш сет. Легкий сет. И зачаровываем его. Зачаровали, друзья. Зачаровали наш сет. И что он теперь имеет? Закриленное восстановление расходует на 42. Магия восстанавливается на 105%. Сапоги. Это движение бесшумно. Атаки одноручным оружием на 68%. На 68%. И так же переносимый вес. Тут у нас увеличение здоровья и запас сил. И ожерелье. Атака одноручным оружием 68%. То, что нам самое главное. И атака одноручным оружием 68%. Едем дальше. Теперь мы одеваемся в наш сладкий сет кузнеца. Заходим в черную книгу. И теперь берем знак воина. Что повышает нам не только урон, но и кузнечное дело. Улучшение на 10 пунктов. Теперь мы выпиваем наше зелье кузнеца, который добавляет 235%. Улучшаем. 1, 2, 3, 4. Ну и все. Мы получаем максимальный. Максимальный баф, друзья. И опять же выпиваем зелье кузнеца. И улучшаем наше оружие. Одеваемся в наш сет убийцы. Оделись в сет. И вот так вот мы будем выглядеть, друзья. Сперк у вас обязательно должно быть зачарование на соточку. Также алхимия на соточку, друзья. Я рекомендую легкую броню прокачать. И одноручное оружие. Как видите, я поставил на крит. На максимальный крит. Ну и двойная рука. Да. Оружие. На данном этапе у нас наносит 1097 урона. Это только призрачный клинок. И счастливый кинжал Вальда 572. Всего лишь навсего. Оружие у нас наносит сейчас на данном этапе 1669 урона. Ну что, друзья. Давайте это оружие затестим. Первый мой противник будет Карстаг. Самый мощный эпичный босс всех времен в Скайриме. И я также буду, друзья, использовать крик под названием элементная ярость. Полностью он у меня не прокачан. Воу, парень, отходи. Колдовство прокачивается. Карстаг вышел на бой. Самое главное дождаться, пока у него закончится эта буря. Хотя, честно говоря... Подбегаем и... Воу! Да, ребят. Так быстро, чтобы Карстаг умирал, я еще не видел. Эктоплазма. Офигеть. Офигеть. Ну что ж, давайте следующий босс, это Эбонитовый Воин. Ну и вот, друзья. Наш Эбонитовый, легендарный, воин. Поехали. Сохранись. Сух. Вау! Да, друзья! Да! Такая скорость! Только в этом клинке! Эбонитовый Воин распался так же быстро, как и Карстаг. Самый мощный в Ибокской Рима, друзья. Обалдеть. Я единственное не понимаю, только бывает такое, что ты зачаруешь на легенду. Бегаешь, бегаешь, несколько уровней, там что-то поднимается, прибегаешь, и оно опять есть возможность зачаровать на легендарное. Я вот этого только не пойму, друзья. Если кто-то в курсе, напишите. Я так понимаю, что можно улучшать через несколько уровней до бесконечности это оружие? Это взрыв мозга. Ладно, друзья. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте, что вы думаете о этом оружии. Все, друзья. Всем пока.